15 малоимущих, нуждающихся семей, проживающих в селе Тегищел на территории Караджалского аильного округа Аксуйского района, будут обеспечены жильём. Строительство ведётся за счёт благотворительной организации. Вместе с тем, по проекту параллельно строится здание швейного цеха, и всех, кто будут проживать здесь, обеспечат работой. Все дома будут сданы с мебелью, а швейный цех обеспечат машинками. В связи с пандемией все работы приостановили. Недавно продолжили начатое. Планируем весной следующего года сдать объекты. Местные жители были тронуты заботой и вниманием к себе. В этой местности проживает более 10 остро нуждающихся семей. Всё, что делается, – это огромная поддержка для села. В будущем новом цеху будут трудоустроены на 30 человек. Кроме того, строится 15 жилых домов для 15 семей. Когда закончат строительство, то появится новостройка. В сельскую новостройку проводят водопровод для питьевой воды. Этот проект профинансировала благотворительная организация. За земляные и монтажные работы взялась молодёжь местности. «Питьевую воду привозим издалека. Теперь проводят водопровод, и у каждого сельчанина в доме будет вода». Мы разработали проект АЗСУ для Всемирного банка, но пока мы решили обратиться в фонд, чтобы провести воду для жителей трёх улиц. Там нам закупили необходимое железобетонное оборудование, детали. Остальные работы завершают местные ребята. Кроме того, каждый житель села выделил по две тысячи сомов. Кроме того, на территории Аильного округа в селе Караджал начат строительство нового мини-футбольного поля. Недалеко от города Каракул в селе Джанайары в прошлом году приступили к строительству новой школы. Для этих целей 48 миллионов сомов выделял Иссык-Кульский фонд развития. В связи с коронавирусом работы начались только недавно, и современная школа будет сдана в эксплуатацию в следующем году. «Эта проблема затянулась на 15 лет. В этом году выделили 11 миллионов сомов. По обещанию руководства области, школа будет сдана в эксплуатацию в 2021 году». В старой школе обучаются не все учащиеся. Порядка 30% из них вынуждены ездить городские школы областного центра. И это создает немало трудностей для всех. Сводом новой современной сельской школы с повестки дня будет снята очередная проблема местности.